здравствуйте мальчики и девочки студенты и студентки силу лоренца продолжая решать задачи и сборника 3800 задач для школьников полезно абсолютно всем знать как решается эти задачи продолжает так задачка номер 1356 точный заряд q10 минус 5 кулон летает со скоростью 5 метров в секунду в однородное магнитное поле смотрите рисунок 1317 вот он рисунок вот хорошо вектор скорости заряда и вектор индукции магнитного поля взаимно перпендикулярны найти величину и направление силы действующий на заряд индукция магнитного поля b2 2 теслы ну все значит что от рисуем чертеж и записываем условия задачи вот еще раз предлагаю посмотреть на этот самый чертеж час его нарисую вместе с условием задачи какие сказал вот так вот все нарисовано задачка элементарно простая вот если мы знаем как подсчитывается силу лоренца тела лоренца это всегда qvb qvb и синус угла альфа вот ну поскольку было сказано что этот положительный заряд улетел перпендикулярно линиям индукции магнитного поля это означает что угол альфа равен 90 градусов а синус 90 градусов он равен единице все поэтому у нас просто сила лоренца будет qvb ну хорошо поставить численно это значение это можно а как понять что же здесь происходит вот понять это можно следующим образом от линии магнитного поля б здесь крестиком обозначен это что означает что они направлены у нас от нас да ну как бы вот в эту самую плоскость влетает а можно по-другому представить вот вот представьте себе что вы сейчас сидите около компьютера вот и магнитные силовые линии направлены к вам в затылок да то есть вот они в затылок ходят вот из глаз выходят вот так вот то есть с противоположной стенки вот к этой стенке то есть они на вот так вот направлено вот таким вот образом да а этот самый заряд у нас влетает перпендикулярно вот таким вот образом улетает перпендикулярно магнитным силовым линиям можно это и так себе представить если мы это себе так представили тогда что получается да как же у нас будет двигаться этот самый заряд влетев в это магнитное поле правило левой руки вот мы с вами договорились как бы что силовые линии у нас идут вот в этой самой сказать в этом направлении вот из затылка в глаза да вот так вот туда тогда я что ловлю четыре пальца мне покажут направление влета положительно заряженные частицы а вот большой палец смотрит вверх это означает что у нас вот так вот вылетает магнитное поле и начнет вот так вот по кругу двигаться вот так вот да если мы это смотрим вот в такой вот плоскость как бы сверху вниз то магнитные силовые линии идут ну от потолка в пол да вот туда если мы это рассматриваем таким вот образом ну и что они идут туда тогда ловлю их таким вот образом да они у меня в ладошку будут входить четыре пальца будут показывать направление большой палец будет показывать вот туда это означает что он у меня вот влетела и начнет вот так вот крутится вот такая вот ситуация здесь происходит вот и все ну а что сейчас а сейчас нужно просто-напросто поставить численные значения и получить силу улица будет равняться 10 минус пятой степени умножим на 5 умножим на 2 и получаем 10 минус четвертой степени ньютонов вот так вот эта задачка решается но как вы видите пока ничего сложного нет но это пока ну давайте дальше будем решать задачу следующая задача точный заряд 10 минус 6 степени кулон минус то есть отрицательно заряженный заряд и влетает со скоростью 8 метров в секунду в однородное магнитное поле на заряд действует сила 10 минус 5 степени ньютонов направлено вертикально вверх смотрите рисунок ну давайте его посмотрим вот такой вот рисунок я ускоро нарисую поэтому сейчас не будем заострять внимание вот определить модуль направления индукции магнитного поля ну что берем записываем условия задачи нарисуем рисунок а потом будем думать что происходит ну вот условия задачи записаны вот ну и что будем делать делать мы будем вот что будем искать модуль вектор магнитной индукции то есть будем искать b а в данной ситуации чтобы его найти нужно знать чем уравняется силу лоренса киевы б к в б к в б угол альфа 90 градусов потому что летает перпендикулярно и раз это так значит синус я писать не буду ну что будет следовать бы равняется сила лоренса деленное на q в все нам известно это сила лоренса и есть то есть бы у нас будет равняться 10 в минус пятой степени я не пишу здесь минус потому что еще численное значение модуль вот потом мы будем это все искать и и рассуждать до куда это все будет направлено вот и делим на в в господи боже мой уже поделил вот делим на q в значит на q это 10 минус 6 а в эту нас 8 вот такая вот штука у нас получилось значит если мы это посчитаем это 10 восьмых или одна целая 25 сотых тесла вот то есть мы с вами что сделан нашли численное значение нашли численное значение вот теперь будем рассуждать как вот эти так сказать минуса до чего тут минус написал господи вот неправильно это вот тут только минус так значит вот такой чертеж у нас да опять таки все зависит того в какой мы плоскости рассматриваю ну давайте будем считать так что мы на этот рисунок смотрим сверху вниз а это означает что магнитные силовые линии да у нас идут от потолка в пол а вот почему а вот почему смотрите внимательно должен левую руку расположить вот таким вот образом чтобы вот этот вот рисунок у меня совпадал да значит вот направление 4 пальца идут по направлению скорости большой палец показывает направление силы вот все да тогда я могу сказать что направление магнитных силовых линий сверху вниз и ничего подобного это было бы правильно если бы у нас был положительный заряд заряд у нас отрицательный значит я должен изменить все на противоположное то есть смотрите что я определил вот этот вот рисунок у нас соответствует крестику что означает крестику что магнитные силовые линии попадает в ладонь но поскольку заряд у нас отрицательный я должен сменить вот это вот на противоположный то есть они идут к нам вот так вот от стрела если мы идут магнитные силовые линии вот так вот никуда не денешься то есть в полу как будто бы у нас до для отрицательно заряженного частицы до находится севера там юг ну забивать себе этим в голову как говорится не надо вот мы уже с вами нашли направление линий магнитной индукции вот все значит линии магнитной индукции правильный ответ вот какой к нам идите к нам на нас вот так вот ну давайте еще одну задачку решим точечный заряд 2 на 10 минус 5 степени кулон положительно заряженный части заряд влетается скоростью 5 метров в секунду в однородно магнитное полис индукции 2 тесла векторы скорости и магнитная индукция составляет угол 45 градусов смотрите рисунок ну давайте на этот рисунок посмотрим вот так вот он улетел отлично но хорошо этот рисунок скоро нарисую давайте посмотрим что нужно искать определить модуль и направление силы которые будут действовать на заряд ну что опять таки записываем условия задачи и вот этот самый рисуночек тоже нарисуем ну вот я все нарисовал и в принципе как бы для тех кто пытается решить эту задачу вот здесь никого труда не потому что силу улица пожалуйста кого бы и на синус угла qvp угол все взяли подсчитали и с чувством глубокого удовлетворения так сказать подставляя численные значения получаем ответ 210 минус 5 умножить на 5 умножить на 2 умножить на синус 45 берем кулькулятор и получаем одну целую четыре десятых на 10 минус четвертой степени ньютона то есть модуль то скорости найти как говорится не представляет большого труда на сам это интересно заключается в том что нужно понять а как эта частица в магнитном поле будет двигаться вот как говорится самое интересное чем заключается давайте посмотрим для этого нужно опять таки использовать левую руку ну когда я говорю своим ученикам нужно пользоваться левой рукой и хидные улыбочки и вопросы а правой можно я говорю правой тоже можно пользоваться только не в данной и ситуации мы будем пользоваться левой рукой ну что давайте с вами посмотрим как этой рукой и будем пользоваться и так смотрим значит магнитные силовые линии у нас идут ну будем давать так считать как бы от потолка в пол тогда мы их ловим левой рукой вот а скорость то у нас направлено вот таким вот образом да поэтому я как будто бы эту скорость вот разложу на две составляющие одна у нас по оси x скажем в x в а вот это у нас будет вы игрекова вот значит вы игрекова в данной ситуации совершенно нам не интересно просто-напросто вот почему потому что по направлению магнитных силовых линий сила не действует а вот вы их свое дано перпендикулярно поэтому что происходит смотрите внимательно я ловлю до положительно заряженный заряд вот вот таким вот образом магнитные силовые линии входят в ладонь четыре пальца показывают нам направление по оси x в x в заряд положительный значит у нас будет большой палец показывает направление силы которые будет действовать на этот заряд да и что же тогда будет происходить он у нас начнет вот таким вот образом крутиться то есть тут будет у нас вот такая вот спираль вот спирали вот такая вот будет но в принципе направление силы у нас можно обозначить вот именно вот таким вот образом да вот туда вот туда куда будет показывать большой палец вот все вот все и эти задачи мы с вами рассмотрели поэтому мне остается только вас поблагодарить за то что вы досмотрели все до конца и надеюсь что очень многое поняли а все почему потому что вы учите физику на моем канале который называется физика это просто поэтому если вы еще просто не записались на мой канал возьмите просто нафиг и запишитесь буду вам очень признателен и благодарен ну вот все всем доброго до свидания да не не забудьте поставить лайк до новых встреч